Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мне поступил классный вопрос, как нарисовать юбку солнца с цветочным принтом. Давайте сегодня разберемся, как нам это сделать. Я взяла мой шаблончик и немножечко его откорректировала, потому что мне нужна только верхняя часть. Что я хочу сегодня показать? Я хочу показать сегодня три аспекта. Первый, я хочу показать, как рисовать юбку солнца, юбку полусолнца, юбку, грубо говоря, четверть солнца, как это будет выглядеть и чем это будет отличаться. И, соответственно, на юбку солнца мы с вами разместим цветочный принт. Вот такой шаблончик у меня получился. Соответственно, у нас с вами будет три юбочки. Сейчас я сделаю три шаблона, чтобы он у меня удачно располагался. Так, и вот так. Расширю монтажную область просто для демонстрации того, как это все у нас будет смотреться. Итак, сейчас еще раз чуть-чуть поправлю. То есть обычный стандартный шаблон, который мы используем. Отрезали. Вот теперь у нас только верхняя часть. Размещаем по центру листа. Как видите, у меня теперь не А4, но поскольку я это буду показывать только в векторе, мне это совершенно нормально. Блокирую слой, там где у меня шаблоны. Беру инструмент перышком. И сейчас выберу единичку. Отсутствие пунктирной линии и черный цвет контура. И полное отсутствие заливки. Вот. Первое, что мы будем с вами рисовать. Это юбочка солнца. Я надеюсь, что все знают и помнят, как это все дело выглядит. То есть у нас с вами вот такой вот есть круг из ткани. При раскрою его аккуратно складывают. И, соответственно, по центру, по центру, Ctrl-C, Ctrl-F вырезают вот так вот дырочку. Это у нас получится с вами юбка солнца. Ее можно посадить на кокетку, ее можно посадить на пояс, но смысл именно такой. И вот эта вся конструкция у нас с вами помещается, ну, либо на линию талии, либо на линию бедер, в зависимости от того, как вы хотите, и будет ли там, ну, соответственно, дополнительный пояс и так далее. Я не буду сверху рисовать складки. То есть вот она вот ровно у нас встала, скорее всего, на адрес для молнии. Но смысл именно такой. Юбка солнца. Вот она у нас будет от талии. Она у нас будет идти по бедру с небольшим отступлением. И здесь будет вот достаточно так свободно смотреться. Притом при ходьбе она будет раздуваться. А когда человек будет спокойно стоять, она будет вот небольшую такую трапецию давать. И здесь, естественно, у нас будут складочки. Вот такая история. Они будут, кстати, несимметричные. Вот именно юбку солнца я бы не рекомендовала рисовать симметрично, в силу того, что уйдет вот эта вот живость. Складки могут быть вот как я нарисовала, могут быть более гладкие. Вот такого формата. Теперь что у нас на складках мы всегда с вами будем делать? Это, естественно, линеарное дополнение. И смотрите, если у нас юбка сверху не присборена дополнительно, как в моем случае, то есть я ее просто одела на талию и, допустим, сбоку вшила потайную молнию, то, соответственно, верхняя часть у нас будет оставаться гладкой, а вся красота, все складки будут уже снизу. То есть и, в принципе, по линии бедер там тоже еще ничего такого особого не будет. Вот мы рисуем с вами линеарные складочки, которые будут показывать, соответственно, складки. Вот здесь у нас есть с вами красота в виде линий, которые сейчас сразу наши с вами складочки сделают феерично воздушными. Так, белым цветом заливку, чтобы все было хорошо видно. И теперь, естественно, на складках можно что сделать? Во-первых, можно вот здесь показать, что здесь у складки есть, там тоже внутри, ткань. Вот так. Здесь тоже чуть-чуть показать. Это уже будет очень сильно зависеть от того, из какой ткани у вас будет сделана юбка. Потому что какие-то спадают более такими тяжелыми складки, какие-то более мягкие. Поэтому здесь, конечно, важно понимать, из чего мы делаем юбку и какой материал используем. Какая обработка низа и так далее. Но это вот базовый рисунок, который мы с вами должны сделать. Теперь тенюшечки. Соответственно, есть складка, есть теневая часть, которая мы будем отражать. Даже не столько складка, сколько вот такая драпировочка, да? Так, так. Обозначаем наличие этих частей. Так. И вот здесь тоже будет такая история. Сюда тоже. Так. Вот. Теперь то, что у нас получилось вот такими некрасивыми штуками, мы с вами берем. И, по сути, заливаем черным цветом. Вот так. Видите, получилось еще страшнее. Убираем цвет заливки. И теперь сделаем непрозрачность. Если мы хотим добиться мягкости, еще раз, это всегда у нас будет от ткани размытие, размытие по гауссу. Немножечко помыть эти тени. И еще можно добавить непрозрачности. Вот такой эффект у нас получится. И вот таким образом у нас будет смотреться с вами юбочка солнца. Если мы говорим с вами о юбке полусолнца, то есть у нас получается вот эта история вся, которая происходит, она у нас отполовиненная. То есть вот так вот, оп, половины нету. Сейчас мы ее уберем. Вот так. Вот, отрезали. Принцип будет тот же самый, но только намного меньше у вас будет складок. Поэтому то, что мы с вами будем рисовать, то есть тоже она по бедру будет спокойно. И вот здесь уже будет складка намного более такая спокойная, и их будет меньше. Меньше ткани, меньше складок, и они будут менее активны. Принцип точно такой же. Мы рисуем волну, потом от волны рисуем складочки. Опять же, здесь, если у нас юбка дополнительно не присборена, мы не делаем. Иногда, особенно в танцевальных костюмах, делают такие вещи, как двойное солнце. То есть два солнца вставляют, и это для излишней пышности. Особенно, если вы посмотрите, например, танцевальные костюмы для бальников, которые классическую программу танцуют. Вот у них вот там бывает два солнца. Это совершенно нормальная история. Это дает вот именно вот эту сумасшедшую пышность по низу. Вот. Но это все по желанию, как говорится. Вот. И принцип точно такой же. Вот мы нарисовали линии. И эти линии сказали, что мы хотим, чтобы они у нас были красивыми. Вот мы нарисовали тени. И этим теням тоже задали цвет. И сейчас по гауссу мы их тоже размоем, чтобы у нас было в едином стиле все нарисовано. Хотя это не обязательное условие абсолютно. Вот. Так что смотрите сами. Вот. Единственное, вот здесь у меня немножко несимметричное бедро получилось. Это надо обязательно поправить. Вот так. Вот. И если у нас будет юбка четверть, там такое редко делают. Но уж коли мы с вами рисуем, то нарисуем до конца. Вот такая. По сути это будет такая прямая трапеция. Вот. Так. Здесь вообще никаких проблем. И я ее нарисую через симметрию. То есть вот она у нас с юбочкой до колена. Будет вот обычная прямая юбочка. С немножечко таким вот клишением. Может быть по низу чуть-чуть там вот какое-то отступление будет. Но это будет очень незначительно. Поэтому будет она смотреться вот таким образом. Возможно вот немножко там линию низа, вот прям чуть-чуть. Вот так. Я бы даже никакие складки тени не стала подрисовывать. Просто вот чуть-чуть показала, что вот тут у нас не совсем все ровно. То есть там все-таки ткань живая и она дает некоторую волну. Хотя можно оставить и прямую линию и будет тоже вполне разумно. Здесь тоже можно добавить тенюшечку, только она будет идти вот так, по боку. Я знаю, что у многих проблемы с тенями. Я советую всегда не переусложнять с тенями, потому что чем проще вы их сделаете, тем в векторе они как-то попроще смотрятся. Вот эффект, размытие. И вот так. Такая мягкая тенюшка. Ну, видите, она чуть-чуть объем дает и все. Соответственно, вот если мы добавляем два круга, два солнца, то, естественно, складок будет в два раза больше. Так что никаких особых проблем с рисунком такой юбки нет. Просили меня сделать цветочный принт. Давайте сделаем, что я удумала в очередной раз. На самом деле ничего такого сверхъестественного. Сейчас нарисую форму наподобие подсолнуха. Смотрите, рисую карандашом то, что я очень редко делаю. Вот так замкнем. Это две формы. Видите, одна над одной. Сделаем с вами цветочный принт. Так, теперь у нас будет... Ну, смысл в том, что как бы такое грубое рисование, которое будет у нас передавать, соответственно, наш с вами принт. Вот. И он у нас будет таким вот желтеньким, без цвета контура. Соответственно, серединка должна быть наверху, будет темно-коричневая и зеленая основа. Так, это все в самый низ. Убираем цвет контура. Вот. Всю эту красоту сейчас посадим на фон. Я ездила просто совсем недавно мимо таких полей красивых с подсолнечником, и мне показалось, что будет очень красиво. Именно такого плана сделать принт. Так, здесь. Там можно, ну, дополнить. Я делаю по принципу примитива, да? То есть, принцип, когда у нас с вами очень простой раппорт. Так, давайте мы сейчас сделаем раппорт сначала, потом я фон добавлю, а то сейчас оно будет сбиваться. Смысл накидать разных цветочков. Ну, что я сейчас делаю, да? Я создаю, соответственно, раппорт принта. А вот, они вот так вот у нас тут будут всячески располагаться. Так вот, оп. Чтобы они не были одинаковыми. Смотрели в разные стороны. Вот, теперь всю эту красоту берем, запихиваем в узоры. Двойной клик. У нас с вами возникают параметры узора. И здесь сейчас по сетке мы с вами сделаем шестиугольничек. И я бы хотела таки его подвигать. Во-первых, его здесь поменьше, здесь поменьше. Смотрите, возникает кое-какая кучность. А значит, не совсем все у нас тут хорошо. Значит, будем двигать кусочки. Можно вообще удалить. Так. Ну, вообще, в иллюстраторе работать с принтами, это прям вот такое особое удовольствие. Кстати, в фотошопе сейчас в последних версиях тоже похожая история. Очень удобно. Так. Сразу видите, да, как это будет смотреться. Там, если что-то нужно, мы можем подкорректировать. Как-то это видоизменить. Там, например, направление поменять. И так далее. Сразу меняется. Сразу понятно, где что. И вот такие ромбовидные рапорты, они позволяют, ну, вообще практически полностью размыть нашу с вами зону рапорта. И вообще будет непонятно, как он повторяется. Ну, профессионал, конечно, найдет. Так, готово. Теперь вот это мы убираем. Это мне не нужно. Я сейчас отсюда достану рапорт. Вот он он, смотрите. Вот он на самом деле в прямоугольнике. Разгруппирую и вот этой части сделаю Ctrl-C, Ctrl-B и сделаю серую заливку. Это будет наш контур. Так, теперь белый прямоугольник без цвета, без ничего должен остаться. Все вместе выбираю. И тащу обратно. Вот у нас должен получиться. Сейчас я проверю, получился или нет. Потому что не всегда получается. Да, получился. Получился рапорт цветочный. И мы берем с вами нашу юбочку солнца. Все же нарисовано уже. Так, давайте мы ее возьмем вместе с основой. Единственное, что для такой юбки такой рапорт, ну, наверное, подойдет. Главное, чтобы у нас не было четкого направления. Иначе юбку солнца так нельзя будет кроить. У вас будет в одну сторону смотреть хорошо, а в другую сторону, кверх ногами у вас будет все идти. Поэтому здесь тоже важен подбор ткани. Так, ну, вот. Соответственно, здесь мы заливаем цветом. Так, что у меня тут. И, конечно же, сейчас мы сформируем с вами размер принта, потому что такой принт для нас слишком крупный. Вот. Так, давайте попробуем 50%. Можно еще помельче. 25. Вот, великолепно. Тени, 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 тени. То, что у меня тут вот тенями сделано, мы сейчас более ярко выделим, чтобы оно было вот поярче. Можно там пойти дальше. Но я сейчас не буду этого делать. В чем пойти дальше? Расскажу. Можно еще добавить искривление принта по складкам. Но, честно могу сказать, в мало каких эскизах это, ну, вот прям так, чтобы нужно было. Но это сделать возможно. Так, это внутренние части, которые мы тут с вами делали. Так. Вот так вот, серым лучше, да? Черным очень выпячивается вперед. А нам оно нужно, чтобы оно, наоборот, сзади было. А вот. Так. 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 И так. Эту часть делаем серым. Вот у нас получилась юбка солнца с цветочным принтом. То, о чем меня просили с авторским принтом абсолютно, да? Нигде он не повторенный. Ну и плюс ко всему мы с вами разобрали, как рисовать юбку солнца, полусолнца. Ну и четверть солнца, если вообще это для кого-то актуально. На этом все. Пожалуйста, пишите мне свои вопросы в комментариях. Я всегда все читаю и стараюсь снимать вам видео, либо говорю, что похожее видео уже есть, и вы можете его посмотреть. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.